Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Пабло Пикассо Моленделла Галлетт. 1900 год. Холст масла 88 на 115. Творческий путь Пабло Пикассо начал рано. Свою первую картину маслом Пикадор он написал в возрасте 8 лет и не расставался с ней на протяжении всей жизни. Уроки мастерства мальчик получил у своего отца учителя рисования Хосе Руиса Бласко. В 1895 году семья переехала в Барселону, где Пабло начал заниматься в школе изящных искусств Ла Лонха. Хотя сначала туда его не хотели принимать. Ему было 14 лет. Но по просьбе отца его допустили к вступительным экзаменам. Блестящий их выдержав, будущий художник приступил к учебе. Первые свои работы он подписывал фамилию по отцу Руис Бласко, но затем выбрал фамилию матери. Когда художника было 16, составилась первая выставка его работы. В 1900 году творец впервые оказался в Париже. Во время своего двухмесячного пребывания в городе он посетил галереи, богинное кафе Кабаре Монмартра. На полотне изображен ресторан Олен де Лагалет. Ветряная мельница – символ ночной жизни французской столицы. Это первая парижская картина художника, свидетельствует о его увлечении знаменитым танцевальным залом, где смешивались блеск и упадок одновременно. Зритель видит богатых, респектабельных мужчин в окружении женщин легкого поведения. Их лица напоминают скорее искаженные гримасами маски. Пикассо еще предстоит разработать свой неповторимый индивидуальный стиль. Однако для 19-летнего автора произведение весьма достойное. Яркие цветовые пятна приближают его протафавистам. Фавизм от французской фав – дикий. Это течение во французской живописи, существовавшее в 1905-1907 годы. Художников объединяло общее стремление к эмоциональной силе художественного выражения, к стихийной динамике письма, интенсивности открытого цвета и остроте ритма в пейзажах, интерьерных сценах. На тюрмортах фавизм выразил себя в резком обобщении объема пространства рисунка. Справка. На представленной картине резкие черные контуры – несомненно, дань модерну. Ночная жизнь главного французского города, наполненная удовольствием и развратом, была популярной темой в живописи, начиная с конца 19-го века. К ней обращались такие художники, как Эдгар Дега, Эдуард Мане, Андре де Тулус Латрек, пожалуй, самый беспощадный летописец, в кавычках, закулисной жизни Кабаре. Репродукции работ последнего печатались в парижских газетах, которые продавались и в Барселоне, и, несомненно, были хорошо известны. Пикассо, еще до его поездки, у Мурен де Лагалет сочетаются и личный опыт творца, завороженного наблюдателя, за вихрем, дикого танца и предшествующая художественная традиция. Ну, вот такое описание к работе Пабло Пикассо «Полен де Лагалет. 1900 год. Холст масла» я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.